Подходит к концу очередной учебный год и выпускники готовятся к одному из самых сложных этапов в своей жизни – сдачи экзаменов. Как помочь своему ребенку подготовиться к экзаменам, родителям рассказали представители межведомственной комиссии. Прежде всего, спокойствие родителей будет, может быть, не очень удачное слово, но тем не менее, провоцировать спокойствие детей. Поэтому, уважаемые родители, все в ваших руках от вашего спокойствия, эмоционального настроя. Успех обеспечен. Наши дети лучшие. Порядок проведения государственной итоговой аттестации остается прежним, однако произошли серьезные технологические изменения. В этом году все пункты сдачи экзаменов оснащены современным оборудованием – ноутбуки, принтеры, сканеры, видеокамеры, блокираторы сотовой связи. Техника позволяет печатать полный пакет документов для прохождения аттестации в присутствии самого выпускника в день экзамена. Так сокращается возможность утечки информации. Бессловно, учебный год заканчивается – это хорошая пора, потому что выпускники сдают экзамены. Имеет еще один, кстати, плюс – выпускной экзамен равен вступительному, а это значит, что лето абсолютно свободно. Поэтому мы переходим плавно в летнюю кампанию. Поэтому и выпускникам, и тем, кто будет дальше продолжать учиться, нужно просто набрать сил, отдохнуть и, в общем, с новыми силами уже вступить в Новый год. После сложного учебного года отдых подрастающему поколению просто необходим. В этом году на организацию летней оздоровительной кампании из областного бюджета было выделено 570 миллионов рублей. Всего в летний период будет работать 410 лагерей с дневным пребыванием, 59 палаточного типа и 43 лагеря труда и отдыха. Главная задача перед стартом летней оздоровительной кампании – организовать безопасность пребывания детей на этих территориях. У нас, слава богу, все эти годы проходила оздоровительная кампания без каких-то сложных, тем более третичных случаев. Но в любом случае это не должно нас убаюкивать, а наоборот мы должны очень внимательно отнестись к подготовительным мероприятиям. Поэтому в ежедневном, в еженедельном режиме мы сейчас посмотрим достаточно большое количество площадок, лагерей, где будет проходить оздоровление наших детей. На этих же площадках мы поговорим о конкретных мерах, связанных с обеспечением безопасности, санитарной безопасности, санитарно-безиологической безопасности. Поговорим о медицинском сопровождении, поговорим о образовательном и развивающемся детском отдыхе. Приемка детских лагерей начнется с 20 мая, а уже 1 июня стартует первая смена. Кристина Жакот, Константин Никитин, Новость Юленинской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова